В этом суть миропонимания в Манасе и в киргизском тенгрианстве. Корень слова «тынир» состоит из основ «тан» — «ыр», то есть рассвет и сумерки, свет и тьма, жар и холод. «Тынир» означает и соединение этих крайностей. Если посмотреть на вторую часть этих камней, везде есть изображение квадрата. Внутри квадрата круг, внутри круга точка. Таким образом, везде присутствует трехмерное пространство. Для чего, спрашивается? До сих пор каждый ученый высказывает свое мнение. Если же взять расшифровку из Манаса, то получается, что круг означает Вселенную, небо, а точка посередине — это Солнце. Квадрат — это Земля. И тогда становятся понятными столь часто встречающиеся в киргизском мировоззрении выражения, как квадратура круга, или же четыре раза объезжать квадратуру круга. И это философское мировоззрение разрешается внутри самих этих знаков. Это значит, что мировоззрение тенгрианства уже четыре с половиной, пять тысяч лет тому назад было приведено в систему. Ислам пришел к киргизам в девятом-десятом веках. Сегодня 90% киргизов — мусульмане сунниты. Мусульманские законоведы запретили произносить имена предков киргизов до Манаса. Забыты эпосы Усхан, Атиллахан. Поскольку до Манаса исповедовался не ислам, а тенгрианство, исламисты заявили, если это прознают люди, они поймут, что их предки были не мусульманами. Поэтому давайте оставим только ту часть, где говорится про Манаса мусульманина, а остальное запретим. Субтитры создавал DimaTorzok Киргизы — алтайский народ. Происхождение киргизов связано с племенем Динлин, ассимилированным другими тюркскими народами, выходцами из окрестностей озера Киргиз-Нур в северо-западной Монголии. Киргизы ведут свою родословную от пророка Ноя. В этой родословной киргиз упоминается как человек, живший 4,5 тысячи лет назад. Он был внуком Угусхана, первого императора, построившего государство кочевников. Киргизами называли тогда 94 рода, испокон веков обитавших в горах окаймляющих Китай. Они в год два раза претерпевали нападение китайцев. Когда скот был в соку, и когда стадо тучное. Затем, когда урожай поспел. Так они постоянно притеснялись, и однажды среди этих народов появился самый многочисленный — Динлины. Решили они тогда, не будут они нас больше допекать. Динлины собрали всех и напали на Китай. Вместе отвоевали земли до Кэкена, установили юрты, тогда еще были юрты, установили шатры, решили не пропускать больше чужих и установили границы. И вот, оказывается, против чужих границ можно установить свои границы. Никого не пропускать, никакой другой силы. Тогда и китайцы начали строить Великую Китайскую стену. Здесь, под открытым небом, раскидано бесчисленное количество останков киргизов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...